Да, куда-то едем непонятно направление, на дорогу не похоже. Надо на пенокат, а не дорога. Жиперы накатали на... Участники, может, брали точку? Да, может. Ага. ТР-2, наверное. Да нет, ТР-3 должно быть. ТР-3? Да, ну, едь за ним, за ним, за ним. ТР-3, две машины. Пенек, осторожно, левее бери. Проедем тут. Ёхан и бабай. Блин, прямо у меня под ногами пенек. Давай я вылезу, может, легче будет. Вот, наверное, уже не пенек, а просто мы на перекате сидели. Да, едем за унемогом все равно. Неплохо у Запорожца, подвеска работает. Пашины-монстры. Давай, давай. Дороги тут явно нету. Да, ого, тут такой жестячок, я вам скажу. Нормальное место. Если б больше понижения, вообще б никаких проблем бы не было. Чуть больше газа. Идет, но буйраки серьезные. Пошел. Пошел. Бородача навстречу едет. Пошел. 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 Аплодис. Спасают его эти габариты, что он не длинный, высокий, широкий, ну и широкий не критично. На точку хочет зайти? Ну ты кто? Да, шо вепрь. Ты же видишь, какие тут буйраки такие конкретные. Бородач пошел на точку. Будешь пешком брать или на машине? Слышишь, Влад, так тут вообще Бродвей просто. Ну посмотри, ровно вообще. Вообще, даже и кустов толком нет. Горку надо заход найти другой, просто плавный. Влево он можно обойти. Тут нормально, да? Смотри. Вот тут плавно уйти влево и заехать. Прямо не ломиться, смотри. Вот сюда можно попробовать. Оттуда, с разгона. Должен зайти. Вот это только место. Смотри, а тут вправо. Ну тут трухлявое все. Вправо и все. Да нет, сюда надо не поедем. Та давай. Тут я поубираю все. Разметай. И вот и точка. Ну конечно. На 300. Смотри, как ему там сложно. Там где ты ехал, посмотри, что там творится. Это жесть вообще. Встрял, блядь. А просто в Запаре получается за счет независимой подвески? У меня она еще ровно поехала. Надо что. Блин, вот это исполняют. Сейчас мосты, блин, повырывают. Нага. Не, нормально. Смотри, теперь я еще как блокировка вылезти. Вот так спортиру два колеса. Бодром. Ну давай, время. День не стоит, два не стоит. Да, Руслан? День не стоит, два не стоит. Что, прошой давай. Олег, иди ешь, блин. Ну попробуй. Ну грызни, Руслан. Грызни. Смотри, нормальные грибы. А ну, хорошие? Попробуй. Конечно хорошие, да. На, нет, нет, это Веталь ест. Ешь, ебти, смотри, нормальные грибы. Так давай в лагере приготовим сейчас. Забирай. Домой привезешь. Это опасно. Так, вот багера опять. Строго по ТР-3 идем. ТР-3 на багерах сегодня. И вранглер, и патрол. Запорожец на самодельных багерах. Тут где-то 69-й только что перепрыгивал, блин. А мы же тут проехали на Запорожец. Ушел. Развернись там. Сюда доехать, я вам скажу, непросто. Тот жестячок тоже. Назад. Держи, держи, держи. Блин. Да, за счет боевых шин. Тут все везде просто. А ну подожди. Подъем. Вроде не очень сложный. Вообще ничего сложного. Ну только ходом надо. Ёханый бабай. Не, бросила его на дерево. Влад, назад. Влево руль, влево руль. Назад еще давай. Ровнее руль. А горбатый бы заскочил. Он короче. Правда видно опытного джипера. Горбатый бы. Горбатого только могилой. А этот заскочил. Красавчик. Пошел вот так. Вон молнин, господа. Стой, молнин дорогой. Знаешь, тут он стоит. Все отлично. Почти на ровном. Давай вдвоем. Разгазуй, да, на месте. Разгазуй, потому что залило. Держу. Ха-ха-ха, где точка? Точка где? Это шок-контент вообще. ТР-3. ТР-1. Это вообще. Следы багеров везде, да. Тридцать седьмых. Три подорили, три подорили. Да не вы багерили. Слышь, ну мне кажется, ты свой афроудный путь начинаешь очень круто. Ну, сразу в ТР-3. Сразу в ТР-3 на Запорожье. Я сразу в ТР-2 записался, это самое, с одной лебедкой и тридцать пятыми колесами. А ты сразу в ТР-3. Какие? Поправил молнин? Починил? Починил. Справа. Проволока там на багажнике. Что-то он, блин, ухнет. Это заливает, наверное, чуть-чуть карбюратор. А ты просто... Трамблер херовый или карбюратор. Перегазовый. Так что, будешь прыгать вниз туда? Не, не, вниз не надо. Еще надо брать точки, да? Что ж гонка не закончилась. Так и гонка же еще не закончилась. Сейчас бородач. Да. Там где-то, если на льду есть, как на этом, как на закрепке. Прикрытие сезона были. То мы там, в принципе, в топе будем сразу. Если никто не провалил до этого лед. Это же не УАЗ. Ухан, вот я тебе еще грибовно собирал. Тут тут не пропадешь. Аккумулятор отрезался, блин. Какая тут? Отрезался? Да. Мотор? Да, мотор надо подвязать, а то, блин, выпрыгнет. Смотри, техника. А, аккумулятор выходит. Так посмотри, все сухое. Как гонит в этом. Закипел бензин, по-моему. Думаешь? Так, а что он так в карбюратор пердолит пузыри? И вон слетела гофра еще. Или так надо? Это шноркель же тут все. Так не должно быть. Ну, так вот все уже починили. Все починили. Смотри, вон одна проволочка. Вон вторая. Ты пожалел людям проволочкой. У тебя прослабый этот трос газа, видишь? А-а-а, вот оно. Да? Фурува, где порылось. Да что ты, блин? Из-за них проблема. Да и я поснимаю. Что же, я первый нашел. И пузыри. Из-за этого проблемы? Бензофильтр. Посмотри, как пузыри пердолят. Да я вижу. Так, откуда нет эти пузырей? Что это за пузыри? Пузыри в воздух, я думаю. Наверное, бензин подхватывает с бака. Так, стрижки поварим самодельный. Где? Да, шкив. Это все в оригинале. Можно не доехать до финиша. Как ты, что? Там это мелочи. Да нет, это ремень. Держи пальцами, Руслана, мы крутнем. Это не твоя кровь там на баке, ты пытался украсть. А что ж так, блин? Тут проволочка ослабла вот снизу. Проволочка ослабла. Да нет, когда прикручивал, так и было. Что ж так? Подтяни чуть-чуть. Подни. Где-то регулировочный должен быть этот хомут. Нет, тут не предусмотрено. Там слезла гофра. Гофра, кстати, тоже может перекрывать этот самый. Блин, я там одел, тут. Слезла, надо хомуты. Звони Крису, пусть возьмет хомуты вместе с маслом. Руслан, с***, у тебя точно. Какие-то страшные треки тут. А мы ездили. Ты видел, что ты нас по кругу возил? Да. Специально, да? Это у Олега такой секретный план. Ха-ха-ха. Чтобы никто не доносит. Или тогда натянет совсем карбюратор. Видишь, сколько его там дохалит? Нужно заряжать узел и стянуть его. Синь сантиметр. Или здесь наряжать узлы. Дайте так вот. Или он далеко тянется. Чтобы он не попадал. Ну, не совсем по серединке. Лучше смешать сюда. Ближе к этому. Ближе к краю. К карбюратору. К этому. Качельки какие-то. Фу, Руслан, по-моему, вафли твои отравные были здесь. Такожу. А, я понял, что я пержу. Голос. Что, починил? Теперь уже лучше. Ну, а нажми на педаль, чтобы оно не попало в колесико. Да нет, оно же так далеко не уходит. Может? Нет. Может. Ну, закрывай туда это. Подожди, давай. Моторный отсек. Да вообще ракета. Сейчас будет зыга такая. Слушай, мы вообще могли все точки взять. Это из-за этой проволоки была проблема. Отключатель масля. Ехали, хватит к ласпица, мощный мотор. Не доволен. Еще, еще. Еще, еще, Влад. Вперед еще. Еще, Влад. Надо с заносом. Вот туда, справа и вперед. То есть он застрянет. Как-то лучше стал работать, да? Еще, еще. Еще, еще. Еще, вперед, вправо, еще, вперед, вправо. Вперед. Вправо, вперед еще. Еще, вперед. Да, вот так как стоишь, вот так вперед едешь. Нормально уже. Все, отлично, проходит, вот так и держит. Давай, давай, давай. Не-не, не крути, не крути. Поехали. Еще, еще. Все, хорош. Сразу ходом так. Только там правее чуть-чуть, чтобы вперед. Продолжение следует. Поехали. Там на пуля. Ты так и ждешь, чтобы человек задвали в дачу. Где ждешь? Я только его и оберегаю. Ты он поставил унимог, чтобы у него сложный выход был. Я понял твой план. Там выход сложный. За руку будешь дергать веревкой. А, можно вообще, он так рукой держит. Иди грибы, я тебе нашел, Паш, свежие. Паш, иди молодых грибов, я тебе нашел, иди забери. Эта береза стоит на тебе, Руслан. Давай в лагерь заберем, там почистим. Скользящий узел какой-то рыболовный. А ты же рыбак, да, или же, бородач? А ты охотник. Да, я охотник и рыбак. И что ты какую самую большую рыбу поймал? Чуку где-то на 5 килограмм. Причем на Байкале. Да ну ладно. Это тогда, когда вы в Бухе до Байкала ехали. А товарищ поймал 8 килограммов. Вот так вот держали, стояли. Ни хрена себе. Почти до земли. А вы зимой на Байкале были? Летно, нахрен. Зимой, зимой там сейчас минус 49. Отломал чики. Изношена проволока, да? Это алюминиевая вообще. Да нет, это такая медная вроде бы. Он уже очень уставшийся. Ну это медная, Олег там говорит, что на дверях купили. Починил? Да. Сейчас пока. Сейчас пока сдрайв. Не знаю, на сколько хватит этого ремонта, но... Смотри. Точки не берем. Вот это, блин. Сейчас сделаем. Ярче. Вот это палец, а вот это торчит проволока. Ну не проволока, а стружка в пальце, да. Ее глазами практически не видно. Это самое. Это через приложение ты нашел ее? Да, но она такая колючая, что ты просто вот так вот пальцем проводишь и чувствуешь, что там у тебя как, блин... Ну да, но такое какое-то противнюющее. То есть бывает, что знаешь, где-то мулия. А потом вот эти вот маленькие викторины... Смотри, как газик. Чуть-чуть назад сдай, а потом типа раз. Давай вдвоем иди на помощь. Там жестичок тоже дальше. Добавляем.